Первую золотую медаль первенства Самарской области под дзюдо Тимофей Сурков мог бы никогда и не завоевать. Родители хотели отдать его в секцию тэквондо, но мальчик увлекся другим видом спорта. С первой тренировки Тимофею так понравилось дзюдо, что он начал мечтать об олимпийских играх, а в будущем тренировать мальчишек. Спорт полюбил и его папа Алексей, став судьей. Он начал жить прям этим, и вместе с ним я тоже. То есть я от дзюдо до того, пока его не привел, знал только то, что есть такой вид спорта. А когда привел, вот начал и сам судейскую категорию сейчас получил, и вместе с ним и смотрим все, и разбираем, и складки потом пересматриваем, вместе вылечены так. Тимофей Сурков приехал на соревнования в команде, которую тренирует Роберт Данилов. Мастер выбрал для борьбы в двойном зачете первенство области и кубок митрополита лучших своих спортсменов в возрасте до 11 лет. Те, кто поднимутся на пьедестал почета, поедут на первенство Приволжского федерального округа. Для нас это новый этап, есть над чем работать, мы будем совершенствоваться и будем готовиться лучше. Впервые в этом году соревнования под дзюдо, кубок митрополита и первенство области стали одним турниром. Региональная федерация дзюдо провела первенство среди мальчишек и девчонок до 11 лет. Призы вручали в 18 весовых категориях. За медали приехали побороться более 400 спортсменов. Хоть и первый раз проводим, но мы очень-очень подошли качественно именно в разговоре о судействе, чтобы как можно было меньше травматичных случаев. Другого варианта нет. У нас не балет, поэтому предусмотрено, что отбор производится только путем спортивной борьбы. Ну, соответственно, еще раз повторюсь, с ограничениями в правилах, чтобы дети меньше уставали, ограничения по времени и так далее. Присмотреть будущих тренеров под дзюдо приехал на кубок митрополита и директор Самарского училища Олимпийского резерва, который уверен, что присматриваться к спортсменам и выявлять в них тренерский потенциал нужно с малого возраста. Ведь после спортивной карьеры некоторые из чемпионов становятся отличными наставниками в дзюдо. У них есть не только потенциал, у них есть все возможности поступить. У нас созданы все условия для того, чтобы дать им хорошее, качественное образование без, самое главное, без отрыва от тренировочного процесса. Мы полностью адаптированы под спортсменов. Пока же юные спортсмены слушают своих тренеров и учатся побеждать на татаме. Во второй половине января будущего года пройдет первенство ПФО под дзюдо. До этого времени самарские спортсмены, попавшие в сборную региона, пройдут тренировочные сборы и уже подготовленными отправятся покорять новые турнирные вершины. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.